итак наконец-то вышло новое обновление для программы банк лап 2020 года сегодня мы его рассмотрим также напомню что эта программа теперь абсолютно бесплатно она бесплатно свободно скачивается единственное там пишут что не поддерживается windows 7 но у меня windows 7 и я сегодня все проверил все отлично много новых интересных нововведений обновлен интерфейс и многое другое еще скажу что эта программа также ставится на телефон что помогает работать вам с проектами в любом в любое время в любом месте итак приступим к обзору итак давайте откроем bandlab немножко все будет подтупливать так как у меня идет сразу же видеозапись при первом открытии происходит сканирование плагинов вот здесь мы можем открывать на весь экран также это выполняется клавишей f11 любой проект по умолчанию допустим здесь вы можете выбрать в любую то например ранжировка да вот так это выделить то есть это все кастомизируется как вы захотите я сделал вот так значит на этой панели кликаем правой кнопкой мыши вот здесь в модулях выбираем то что вам нужно далее сохраняете это как пространство рабочие это так вот эти панели всем могут скрываться и открываться автоматически то есть здесь можно сделать авто свернутый малый круг органы управления в свернутом виде выглядят вот так и когда мы наводим на него курсор он открывается чем всегда нравился мне sonar тем что здесь есть эмуляция консоли есть британская есть это по моему консоли берут уже давно было когда я читал этот мануал весь это эмуляция какой-то японской консоли сатурация то есть если мы откроем саму консоль закроем прочину это все открывается вот так то здесь вы открываете прочину и наруливаете себе звучание тем что здесь есть на рулить звучание реально более чем реально даже то есть в принципе сторонних плагинов понятно что мы к чему-то там привыкли каким-то своим любимым плагином в с тешком но по факту того что здесь есть хватает за глаза их вы также можете добавлять вот здесь их очень даже много разных и они все очень здорово работают хороший импульсный ревербератор здесь так ну это из того что было теперь давайте посмотрим из того что стало добавилось очень я мечтал когда они добавят сюда аранжировщик то есть там куплет припев и потом можно это там перетаскивать как хотите не так что то вы берете там один этот клип выделили да и потащили куда-то там скопировали следующий припев после там второго куплета да теперь вы можете это делать просто да там дублировать красить их можно по-разному в общем переименовать там я не знаю тупо не знаю вступление в общем это очень классно и удобно наконец-то это появилось так ну вот это сейчас тема по умолчанию давайте посмотрим что здесь еще есть вот это тоже это унаследовалась тема из sonar platinum по моему называлась skyline что-то такое вот давайте посмотрим еще когда здесь не очень сильно понравилось это прям ярко-ярко будет все глазка глазки замылились открыли все ярко что здесь еще интересного есть она в принципе и было там это очень быстро преобразование аудио в миди примеру вы записали басовую партию на гитаре и может быть на бас гитаре записали и что мы с этим можем сделать сейчас вот пример мы берем бас перетаскиваем суда вот у нас бас гитарка здесь теперь какой-нибудь инструменте к откроем ну пойдет я еще пока никаких инструментов суда не поставил стандартный сонаровский что произойдет если я перетащу на миди трек аудио трек вот и перетаскивать бас гитару преобразование нажимаем ok все и это стало теперь миди клипом и вот теперь мы можем назначить сюда там звук бас гитары и из нашей допустим плохо звучащий бас гитары за место неё мы можем назначить любой в ст и выбрать любой звук вот такая интересная фишка здесь есть также по раскраска можно раскрасить по разному клипы допустим чтобы это припев был вот таких такого цвета вступление там пускай будет вот такое то есть тоже очень удобно это помогает потом двигаться по проекту когда он весь разрастается когда у вас очень много треков вы поэтому визуалу будете определять где у вас что то есть вы делаете как вам удобно давайте посмотрим пионерол ничего такого все как обычно здесь мы выбираем ноту которую мы хотим рисовать здесь мы можем настроить вид разрешение сетки здесь у нас находится в сети и там сила нажатия давайте посмотрим на микшер вот такой у нас микшер он также меняется в зависимости от темы что интересного микшере значит микшере интересно то что можно открывать вот так прочим то есть настроили звук закрыли освободили рабочее пространство предгейн есть очень нужная вещь когда очень тихо записан трек далее здесь есть мастер шина метроном и аукс посыл значит что здесь интересно по коммутации это куда угодно можно назначать то есть по коммутации я бы сравнил его с протузом куда угодно все что угодно можно направлять допустим очень легко здесь клик трек писать взять сигнал с метронома послать на канал включить его на записи метро но туда запишется у вас будет клик трек отдельная громкость и на интерфейсе это очень удобная штука сейчас мне 3 4 канал и отключены так бы него здесь отображались то очень удобно то есть в принципе то есть для тех кто работал на настоящем микшере вот это более интуитивно все понятно то есть вот сюда мы зашли никаких фокусов выбрали там то что нам надо также здесь реализована функция добавить плагин на какой-то определенный кусочек вашего аудио алюмини то есть вот сюда просто перетаскиваем и вот этот кусочек мы там сделали как-то по-своему как нам надо да очень хорошая штука но это значок нажимаем редактируем вот в общем мы и поговорили вкратце о том что есть программе банк лапы что мне изменилось обновление выходит компания работает над этим исправляет ошибки делают все лучше и не забывайте этот продукт абсолютно бесплатно и и и и и и и